Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Ульяновские новаторы на Иволге 2.0 выиграли гранты. Мы вам льготы, вы нам игнор. Руководство УАЗа кластям на разговор о сокращениях не пришло. В Ульяновской области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна. В Луговом на месте бывшей свалки ядовитых отходов появится Народный парк. Форум для тех, кто меняет мир. Так гласит лозунг крупнейшей молодежной площадки Приволжского федерального округа Иволга 2.0. Форум прошел в Самарской области и собрал больше двух тысяч молодых людей из 74 субъектов России и 10 стран СНГ. Всего 10 тематических смен, посвященных науке, спорту, культуре и информационным технологиям. Но, пожалуй, самое главное составляющее мероприятия – это конкурс проектов. Ульяновская делегация подготовила 25 социально значимых проектов. 7 из них прошли федеральную защиту. Проекты самые разной направленности, все они социально значимые, начиная от патриотики, заканчивая социальным предпринимательством. Кроме того, есть проекты, которые уже реализуются на территории региона, но в последующем они будут уже реализовываться с помощью финансовой поддержки. Мы очень на это надеемся. По итогам форума два проекта получили гранты на общую сумму в 450 тысяч рублей. На развитие поискового движения Ульяновская область взяла грант от Росмолодежи по проекту «Живая память». Ребята из поискового отряда «Авангард» закупят на эти деньги новое оборудование. Второй проект «Победитель» называется «I love math», посвящен вовлечению молодежи в формирование современного облика города Ульяновска. Мы привлечем к работе молодых специалистов, отраслевых дизайнеров, архитекторов, урбанистов и создадим с ними несколько малых архитектурных форм. Для этого выберем определенные территории парка и скверы в городе Ульяновске и, соответственно, с айдентикой этих мест спроектируем и создадим их в реальности. С работами ульяновцев ознакомился губернатор Сергей Морозов. Главе региона показали, как живут ребята на форуме. Кстати, в этом году в состав делегации вошли два человека с ограниченными возможностями здоровья. Для них, по словам организаторов, созданы все доступные условия и ребята не чувствуют неудобств. Мы обеспечиваем безопасные и комфортные условия, чтобы человек на коляске с нарушениями зрения, слуха, даже с ментальными формами мог быть встроен полностью в программу форума. Слушать спикеров, выигрывать гранты, ходить на дискотеки. На встрече с молодежью глава региона объявил 2020 год годом молодежи в Ульяновской области. До ноября 2019 года планируется составить план мероприятий, поэтому будет организован сбор инициатив и пожеланий от молодежи. Это значит огромные финансовые средства, огромные внимания, огромные возможности, огромное количество мероприятий мы можем провести на территории нашей страны. Огромное количество интересных собеседников, как из России, так и из пределов России мы пригласим сюда. Руководству региона удалось договориться о сотрудничестве с Российским союзом молодежи, который также включился в подготовку к Году молодежи. Уборочная кампания продолжается. На полях страны собрали уже 50 миллионов тонн зерна. Ульяновская область тоже может похвастаться первыми рекордами. Собрано первые 100 тысяч тонн. И это далеко не предел. Уборочная кампания в самом разгаре. Уже можно говорить о первых рекордах этого сезона. Ульяновские земледельцы намолотили первые 100 тысяч тонн зерна. К уборке приступили хозяйства всех районов области. В лидерах – крестьянско-фермерское хозяйство «Возрождение». Уборка ведется с 48 тысяч гектаров пашни. На данный момент на землях Чердоклинского и Старомайнского уборка от зимок завершена с урожайностью 38 центнеров. И продолжается в Меликевском районе, на землях СПК Крупского. В Старомайнском районе перешли на Яровой ячмень. Убрано первое поле. Накануне с работой хозяйства ознакомился губернатор Сергей Морозов. Он поздравил аграриев с первыми успехами уборки. Первые 100 тысяч тонн сегодня, как факт, мы подтверждаем, что уже набрали. Наш общий резерв Пульяновской области, удовольствием заходить в Российской Федерации. Так, 100 тысяч тонн, 100 тысяч тонн есть. Да, зерна уже есть. В целом, в Пульяновской области зерновые и зернобобовые культуры убраны с 46 тысяч гектаров земли. Это около 8% от плана. Рыжик убран на 96%. Продолжается заготовка кормов. Проблема со свалкой токсичных отходов в селе Луговое наконец-то решена. На прошлой неделе с площадки вывезли мусор. Сегодня с жителями пообщался Сергей Морозов. Территорию планирует благоустроить. Сегодня Сергей Морозов в рамках рабочей поездки проконтролировал ход работ по ликвидации ядовитой свалки в селе Луговое, которая образовалась по вине компании «Чистый город плюс». Приглашайте к себе, приглашайте его, как ответственный за это земельный участок, приглашайте этих деятелей. И чтобы в присутствии у вас было подписано обязательство соглашения между ними и ими, чтобы у нас был документ. В мае 2019 года региональный Росприроднадзор выдал компании лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию отходов высокого класса опасности. Местом ее деятельности была определена территория на Московском шоссе 52Б. Однако коммерческая структура, вопреки требованиям, складировала пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов в нескольких метрах от жилых домов в селе Луговое. Местные жители забили тревогу сразу же, но ситуация разрешилась только после вмешательства региональной власти. Мы договорились с данным предприятием по чистой городу Росторгли, обязуем их выполнить последующие работы по ликвидации сегодняшней ситуации. И жителям я не думаю, что стоит беспокоиться, потому что в принципе это дело не повторится больше никогда. Местные жители беспокоятся небезосновательно, поскольку незаконные действия чистого города Плюс повлекли за собой грубое нарушение прав граждан и угрозу экологии. Природоохранная прокуратура в настоящий момент подготовила материалы для того, чтобы побудить виновника данной экологической ситуации провести все работы по рекультивации. По технологиям здесь возможно произвести срез верхнего слоя почвогрунта и его уже удаление. Несмотря на все благонадежные прогнозы экологов, местные жители все же опасаются за свое здоровье и в частности их тревожит качество питьевой воды, поскольку при устранении свалки большегрузной техникой был задет водопровод. Сразу же, когда это случилось, выехала лаборатория наша, аккредитованная лаборатория центральной питьевой воды, сделали пробы воды, взяли здесь и в домах, которые уже дальше на этом водопроводе питаются от этого водопровода. Значит, анализы делали и химические, и микробиологические, ни одного отклонения не обнаружено. Хорошо все то, что хорошо заканчивается, гласит известная пословица. Однако, по мнению жителей, нельзя оставлять без наказания тех лиц, которые травили людей и природу. А где гарантия, что все эти ядохимикаты, потому что перекопали, что эти ядохимикаты не попали в грунт. Поэтому мы хотим, чтобы навели здесь порядок, разобрались, кто виноватый, по закону они понесли ответственность и впредь, чтобы не было такого безобразия. На сходе граждан активисты села решили, что лучшим вариантом завершения этой истории может стать народный парк, который должен появиться совместными усилиями администрации и местных жителей. Губернатор дал поручение ответственным лицам проработать этот вопрос. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. На этой неделе прошла информация о грядущих сокращениях на Ульяновском автозаводе. Правительство и депутатский корпус вплотную занялись делами градообразующего предприятия. Чем власти могут помочь рабочим, узнала Виктория Черкова. Сотни работников УАЗа рискуют оказаться за чертой бедности, а руководство завода тем временем продолжает получать государственную поддержку. На заводе намечаются массовые сокращения рабочих. Губернатор Сергей Морозов на этой неделе провел аппаратное совещание, где призвал представителей власти вмешаться в ситуацию. Вообще надо очень внимательно относиться ко всем таким действиям, которые коллеги из бизнеса принимают. Все, мы с вами были очень гибкими, мы часто шли им навстречу, мы часто каждому из них протягиваем руку, даем из фонда поддержки предпринимательства приличные деньги. Из разных источников, из федеральных в том числе, выделяем финансовые средства. Давайте, а потом начинаем читать о том, что один 100 человек, другой 500 человек, другой 50 человек там сократил. Нет. Давайте-ка вот мы их заводим на трехстороннюю комиссию и будем очень подробно разбираться. Сегодня трехсторонняя комиссия состояла в стенах законодательного собрания. На ней присутствовали депутаты, члены правительства и представители заводского профсоюза. Но вот руководители предприятия предпочли не явиться на заседание. Хотя, подчеркиваю, я час назад еще раз лично пригласил, но по каким-то причинам они, значит, официальную позицию по теме, которую будем обсуждать, а это возможное сокращение тысяч, то есть сотен или нескольких тысяч разных средств у нас информации, разную информацию в этой части дали работников Ульяновского автомобильного завода, они на сегодня встрече, как сказал Логунов, Оксан Сеевич, пока озвучить не могут. Председатель профсоюза Виктор Бычков рассказал об обстановке на производстве. Труженики станков и конвейеров точно не попадут в жернова оптимизации. А вот сотрудники иных квалификаций могут остаться без работы. 25 числа вышла, так сказать, пояснительная записка, которая гласит о том, о добровольном сокращении или о добровольном увольнении работников завода той же категории инженерно-технических работников и вспомогательных рабочих по соглашению сторон с выплатой трех среднемесячных заработных плат. Зрелых специалистов могут проводить на пенсию, а начинающих на биржу труда. Ульянские парламентарии категорически против кадровой жатвы награды образующим предприятиям. Депутаты всех фракций в этот раз придерживаются единого мнения. Я хочу напомнить, что на протяжении долгих лет депутатами при принятии бюджета, при внесении изменений в бюджет Ульяновскому автомобильному заводу оказывались различные многомиллионные льготы. И поэтому депутатский корпус уж как минимум имеет право быть уведомлен о предпринимаемых вот таких мероприятиях, а как максимум, наверное, обязан участвовать в этих процессах, естественно, представляя интересы заводчан, которые являются избирательными. Риски так называемых добровольных сокращений остались, но правительство и депутатский корпус уже контролируют ситуацию. Если люди все-таки потеряют рабочие места, то им будет оказана социальная помощь и содействие в трудоустройстве. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. В Ишевке запустят новую котельную. В Ульянском районе коммунальщики готовят объекты соцсферы к отопительному сезону, ремонтируют трубы и устраняют недочеты. Наталья Чумаченко подробнее. Не за горами 1 сентября, а это значит, что городские и областные школы активно готовятся к новому учебному году, в том числе и к старту отопительного сезона. В Ишевском многопрофильном лицее все лето кипит работа. В то время как дети на каникулах, учителя прошли курсы повышения квалификации и занимались работой пришкольного лагеря. Руководство, в свою очередь, следит за текущим ремонтом зданий. На эти цели уже выделено более полутора миллионов рублей из муниципального бюджета. Деньги пойдут на обновление кровли и ремонт системы отопления. В рамках отопительного сезона заменены батареи, радиаторы отопления. И самое главное, удалось решить одну важную проблему для нас – это наладить воздушно-тепловой режим в нашем втором корпусе. Ишевская квартальная котельная обеспечивает бесперебойную подачу тепла в лицей. В прошлом году здесь были установлены новые котлы, насосное оборудование и теплообменники. В прошедшем отопительном сезоне импортное оборудование показало свою надежность и энергоэффективность. Сегодня мы с вами находимся на территории Ульяновского района, в Ишеевке. Здесь полностью все теплоснабжение, горячее водоснабжение осуществляется путем котельных, которые расположены на территории Ишеевки. И мы строим еще новую котельную, которая будет отапливать новую школу. Деньги в районную инфраструктуру теплоснабжения вкладываются большие. Только на новую котельную вместе с сетями сумма затрат составила 15 миллионов рублей. Кроме этого, в текущем году в рабочем поселке проводятся работы по замене и ремонту старых тепловых сетей. Главное, по словам Сергея Носкова, чтобы население и социальная сфера не страдали из-за перебоев с теплоснабжением и горячим водоснабжением. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. Появление ребенка – огромное счастье для каждой семьи. На семье Сарчинах из Ульяновска повезло втройне. Ульяновцы родили тройню. Мальчик Али и девочки Амалия и Азалия уже выписали домой вместе с мамой. У пары подрастает шестилетний сын Амир. До сих пор еще не нарадуемся, до конца не верится уже, как из больницы забрали, уже убедишь, уже начинаешь осознавать, радоваться, принимать счастье своему. Счастливых родителей проведал замглавы Ульяновска Михаил Сычев. Сейчас городские службы оказывают необходимую помощь семье, в том числе и правовую. Из средств областного бюджета будет выделено 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий семьи. Из средств городского бюджета по просьбе мамы малышей будет выделено 50 тысяч на приобретение колясок. Полезная пища для коров и свиней, а для фермеров – минимум вложений. Ульяновец Александр Матросов уже 10 лет выращивает гидропонный корм нового поколения. Как восприняли разработку местные скотоводы, узнала наша съемочная группа. Просторный павильон и стеллажи, засеянный травой. Так выглядит не авангардный лофт, а производственный цех ульяновца Александра Матросова. Герои нашего материала выращивают гидропонный корм нового поколения. Предназначены для коров и свиней, богатые микроэлементами. Им вполне можно заменить привычный силос и остальные многокомпонентные корма. Новое блюдо изготовить не так уж и сложно. Собрать солому и листву, промыть эту смесь раствором антисептика. Затем сформировать подложку и засеять в нее различные злаки. Прикат поливать водой и освещать лампами. Неделя активного роста и еда для буренок и хрюшек готова. Мы производим корма зеленый круглый год. Технология новая, то есть она немножко отошла в сторону, может быть пошла дальше в плане просто гидропоники. То есть мы обрабатываем все отходы сельхозпроизводства, будем так говорить, солому, опилки, шелуху, подсолнуха. Мы производим установку, в которой производится специальный раствор, называется он гипохлорид натрия. С виду обычная зелень на подложке сена, но не все так просто. В ней скрывается полезная половина таблицы Менделеева. Калий, кальций, медь, фосфор и другие микроэлементы. За счет обработки спецраствором в растениях окисляется клетчатка. После реакции она начинает легко усваиваться организмом, а не просто погибать желудочно-кишечный тракт животных. Также в молодых побегах разрушается лигнин – вещество, которое вызывает одеревнение клеток и делает делень жесткой. Побеги становятся не только сочными, но и питательными. И, соответственно, после снятия вот этой блокады лигниновой идет резкий подъем в показателях химсостава белков, жиров, углеводов, что там входит в эту соломинку, будем так говорить, в любую травиночку. Гидропонный корм может приготовить любой фермер, у которого есть помещение размером 100 квадратных метров. Его необходимо оборудовать стеллажами и системами полива. Все просто и прозрачно, однако есть и некоторые секреты. Концентрацию раствора гипохлорида Александр не рассказывает. Это его коммерческая тайна. Если они хотят проращивать, тогда мы готовы, соответственно, после проведения переговоров, то есть человек говорит, мне необходимо такое-то поголовье, такое-то количество голов, да, вот такое-то у меня помещение. Мы, соответственно, встречаемся, обсуждаем, мы ему рисуем, там делаем какой-то проект, как ему обеспечить вентиляцию, отопление и так далее, и так далее. Вот. Он, допустим, приобретает установку, мы выезжаем на месте, устанавливаем ее, соответственно, обучаем тех людей, кто на ней будет работать постоянно. По словам Александра, обогащенные злаки пришлись по вкусу обитателям ульянских ферм. Селекционер привозил пробные партии и курсами кормил животных. Свиньи и коровы, в свою очередь, набирали вес и отлично себя чувствовали. В Якутии и Татарстане также оценили новое меню. Все бы хорошо, но местные фермеры пока не торопятся приобретать инвестиционную продукцию. Легенда о завышенных ценах. Сделали свое дело. То есть я по рыночной цене купил, я сделал 25 килограмм корма, себестоимость у меня получается 40 рублей. Для сравнения, привычные кормовые смеси стоят 250 рублей за 25 килограммов. Дело Александра пока стоит на месте, но он не отчаивается. Недавно ему поступило деловое предложение из Азербайджана, которое также подразумевает выход и на турецкий рынок сбыта. Для того, чтобы преуспеть в этих солнечных странах, производитель должен будет переехать и увести свои технологии. Матросов рад грядущим переменам, однако в его душе продолжает теплиться надежда на то, что его зеленое детище пригодится в родных краях. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. А сейчас коротко о главных событиях этого дня. 44 образовательных организаций Ульяновской области приняты к новому учебному году. В ряде районов продолжаются крупные ремонтные работы. Продолжается и подготовка в 52 детских школ искусств Ульяновской области. Глава города Сергей Панчин утвердил присвоение названий 21 новой улицы и переулку, а также скверу на пересечении проспекта Гая и улицы Первомайской, которая будет носить имя Авсенция Юртова, первого мордовского просветителя. Одна из улиц в 10-м строительном квартале Заволжского района названа в честь авиаконструктора Виктора Толмачева, создателя практически всех антоновских самолетов и их модификаций. 1 августа в регионе ожидается прохладная дождливая погода. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура днем не превысит 15 градусов. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале улправда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok